А вот как взлетает наш чудесный планер. Сейчас будет сброшена тележка. Оп, тележка пошла. Вот она, эта знаменитая тележка. Вот он, исторический планер 1942 года выпуска, 1938 года разработка. Бомба! Здесь вот как раз парашютик расположен. Видишь, такой дутый фонарик красивый. Кажется, что места для пилота тут совсем нет. Потому что пилот засовывает локти вот сюда. То есть это место в кабине, можно сказать, обитаемое. Перегрузка, которую он способен выдерживать, 12G. Деревянный фюзеляж, интереснейшее решение, выклеен из дерева на трубе. Сделано все безумно красиво. То есть вот эти все соединения, ручечки. Вы посмотрите, сколько тут всего. Вот здесь. Oxygen. Oxygen? Да, the old one. О, вот этот баллон. Я еще думаю, странный какой-то регулятор такой. Девушки часто спрашивают, на чем держатся ваши крылья. Я им говорю, на изоленте. Они не верят. Мы им показываем, что да, на изоленте. Кресты здесь ставят не потому, что здесь кто-то умер, а потому, что, ну, просто это баркировка высоты и так далее. Здравствуйте, как вы, уважаемые любители летных видов спорта. Как вы видите, наш планер полностью готов к взлету, но мы не взлетаем. Есть тут самолет без винта, который тянут, аки бурлаки на Волге. Видите, как возят самолеты, когда на них нету винта. А винт сломался, потому что в землю тыкнулись. Вот так вот. Замечательный кадр. Получился радость блогера. Едет на меня Клаус на своем автомобиле. А главное же, я вам сейчас покажу. Вот. Посмотрите. Сегодня будет у нас ролик про планер из 1938 года. Мосвей называется. Друзья, я завидую вам, потому что я-то все это уже видел и снимаю. А вам предстоит познакомиться с этим чудо-красавцем, который хранится вот в таком замечательном клепаном пенале. Он такой, знаете, как стимпанк. Такое направление. Сейчас я себя укачаю и вас укачаю. Так вот, как и стимпанк этот наш прицеп, трейлер. Вентилятор клепанный такой. Видите, ух. Вот. Вентилятор. Хоть прицеп и старый, но оборудован солнечной батарейкой, которая гоняет постоянно вентилятор. Позволяет содержать планер в идеальном состоянии. Вы, друзья, спросите, Волков, ты что такой возбужденный? Да потому что, друзья, я вчера буквально вечером почитал этот планер поподробнее и загорелся идеей сделать про него выпуск. И хозяин этого планера к величайшей моей радости, к величайшей, наверное, вашей, согласился. Вот смотрите в прямом, сказать, изображении, как происходит сборка планера. К вопросу о хранении. Есть два варианта. Хранить такой планер, это деревянный планер, в ангаре. Либо хранить его в трейлере. Мы сейчас засечем, сколько же занимает сборка. 10 часов 59 минут сейчас. Крылья легкие. Весь планер весит 138 килограмм. Чтобы вы понимали, насколько дерево позволяет уменьшить вес конструкции потребный. Почему это происходит? У меня даже сегодня был с моим учеником спор. Он говорит, Волков, не может планер 1938 года быть такой крепкий и вообще такой замечательный. Что-то здесь не так. И тем более из дерева. Вот если бы из металла. Вот это частое заблуждение. Из дерева можно сделать более прочную конструкцию, нежели из металла. И, например, самолетов была куча Второй мировой войны, которые делались из дерева. Это даже, помните, москит такой был. Он из бальзы делался. И кусался, будь здоров. Из прицепа появляется фюзеляж. К нему видите, как грамотно приделан стабилизатор. Главное, чтобы не было бабаха. И теперь, видите, на лыжи это все ездит. Вы спрашивали, как это приземляется. Да вот так, на лыжу. Вот она, эта знаменитая тележка, на которой он будет ездить. И которая у нас, соответственно, выпрыгнет потом. На взлете вы увидите, как эта тележка убежит от планера. Сейчас будет сброшена тележка. Оп. Тележка пошла. Приземлился. Я не знаю, тележка соскакивает автоматически или нет. Но решение очень красивое. Вот вы видите, без всяких особых приспособлений. Планер оказывается на позиции сборки. Вот его фонарь. Вот моему на колесо, которое нам мешает сейчас. Вот эта деталь. Это частое приспособление такое. Оно по верхнему вот этому ролику скользит. По вот такой рельсовой направляющей в прицепе. Ну и позволяет достаточно прочно удерживать. Какое простое, грамотное, изящное решение. И главное, что еще удобно обтекаемое. Оригинальное. Вот я первым делом увидел, друзья, алюминий. Подумал, 38-й год. Неужели все так было? Да? Оригинальные 38-го года элементы. Я сам никогда не видел. Вот такие пальчики, друзья, встегиваются. Оригинальная система. Я такого ни разу еще не видел. Как выглядит пальчик? Вот так. Видите, уже одно крыло закрепили. Фантастика. Фантастика. Не забывайте, друзья, что все это рассчитано на 12G. 12-кратную перегрузку вот эта вся конструкция держит. Видите, конусный. Конусный болтик. Сможете разглядеть, как он устроен. Я сам снимаю. Друзья, чтобы вы понимали, мой восторг. Обычно сборка планера это пляска с бубнами. Потому что ты постоянно тут что-то куда-то тянешь. Там два человека поднимают, опускают. То есть это реально битва. А здесь вы видели, что все предельно просто. То есть почему этот планер можно собирать, разбирать каждый день. В принципе, да. Вот видели, что нужно было там третьего человека. Но с другой стороны, можно сделать тележку, на которой это крыло, как мы на больших планерах делаем, и собрать это все в одиночку. И все, сейчас буквально еще чуть-чуть, и вы увидите, как эта птичка становится готовой к полету. И летать может очень с неплохим аэродинамическим качеством. 27. Не догоняю этот планер, то есть я маневрирую, и он вполне держится, видите, качество его аэродинамического 27 на низкой скорости хватает, чтобы мы снижались примерно одинаково. Но лично меня, когда я вчера решил сделать этот ролик, больше всего впечатлила, конечно, перегрузка, которую он способен выдерживать. 12G. Гаечный ключ сейчас кинужин, немножко. Подсоединяется управление. Конечно, для современности подсоединение управления, это, ну, неудобно. То есть у нас сейчас автоматическая стыковка. Но в целом это не занимает, опять же, большого количества времени. Как интерцепторы устроены, я вам показываю. Скорее всего, снизу тоже есть. Да. Чем плохие интерцепторы, когда они в обе стороны? Иногда цепляются за траву крыло. Например, посадка на рожь с выпущенными интерцепторами, это равносильно сильному повреждению планера. Но, в принципе, их можно убрать. Нарожь, опять же, не надо приземляться. Современное все-таки решение это интерцепторы типа Шимхирц, которые вверх выдвигаются подальше, и вот этого двойного движения нет. Ну, для тех времен, для 38-го года это была норма. Сам планер 38-го года выпуск, ну, в разработке, а выпущен в 42-м году. Вот, аккуратненькая контролочка. Вы видите, как все изящно сделано. Это 38-го года разработочка. Как все в то далекое время, это уже алюминий, это уже вот... И как оно хорошо сохранилось, сколько лет прошло, реально планер окиновый. Ну, понятно, что дереву станет. Деревянная конструкция, я вам так скажу, самая ресурсная штука. Ухаживай за деревом, и будет оно служить вечно. Как сказал в свое время Бенос, большой любитель деревянных планеров Игорь, ты, говорит, видел саркофаги от мумий? Мумии-то уже совсем ку-ку, а саркофаги как новые. Есть доля правды в его словах. Мы можем пока рассмотреть фонарик, как он красиво и изящно сделан. Слушай, такой дутый фонарик красивый. Кажется, что места для пилота тут совсем нет. На самом деле, места тут достаточно много. Почему много места? Потому что пилот засовывает локти вот сюда. То есть это место в кабине, можно сказать, обитаемое. Как в такси. Руку положить, хранится документация. Огромные такие мощные багажники вполне себе. Ширину, как вы видите, места-то не очень много. То есть вот так вот прям усесться, улечься. Здесь вот как раз парашютик расположен. За счет фонаря, который торчит достаточно сильно вверх таким выпуклым пузырем, видимость у пилота вполне себе приличная. Видите, вырез опять же из вниз достаточно большой сделан, чтобы можно было вбок смотреть. Здесь тоже какие-то соединения, друзья, снизу по крылу. А, ну видно, что идет подкос такой внутри. Итак, по конструкции, наверное, что здесь у нас? У нас силовой основной лонжерон. Потом вот как раз еще один элементик, который сейчас там фиксировали. Я, конечно, друзья, не буду лезть там сильно в конструкцию, чужой планер. Но вот зашито фанерой до определенного расстояния все. Профиль аэродинамический Готтинген 535. Не знаю, как вам его снять. Сейчас хорошо виден вот этот интереснейший изгиб крыла. Придает, конечно, фантастический вид. Такой вот изгиб. Зачем он сделан? Ну, экспериментировали в то время. Этот планер сконструирован инженером-орденоносцем товарищем Черановским. Особенность планера – машущие крылья. Крылья приводятся в движение ножными педалями. Такие летательные аппараты называются орни-коптерами. Экспериментировали в то время достаточно активно с аэродинамикой, с сопряжением фюзеляжа. И здесь, конечно, сопряжение сделано очень грамотно. Видите, что в комле, во-первых, так все сходится хорошо. То есть потери, наверное, минимальные. Центроплан вырабатывает достаточно хорошую подъемную силу. Плюс, видимо, как-то вот эта вот часть фюзеляжа тоже все-таки может работать очень красиво. Деревянный фюзеляж, интереснейшее решение, выклеен из дерева на трубе. То есть сделана такая металлическая труба, на которой выклеивался фюзеляж, а потом эта труба удалялась. Здесь, конечно, надо бы уже покрасить. Красочка потрескалась. То есть руль направления на следующей инспекции посоветовал перетянуть. Я нас бы такого не допустил. Как вы видите, до низу руль направления не доходит. Сзади уже сделана такая вот лыжа. Многие спрашивали, как же он приземляется. Ну вот на эти две лыжи он останавливается мгновенно, очень быстро. Потому что лыжа, что передняя вот эта вот, что, соответственно, задняя, создает достаточно большое сопротивление. Вот здесь он практически сразу останавливается, почти никуда не едет. Это, конечно, не так удобно, потому что вы видели, что я могу и в ангар закатываться при желании. На таком планере в ангар не закатишься, но будем считать это его самым большим недостатком. Почти все рассчитано для того, чтобы один человек мог спокойно, в хорошем темпе взять, аккуратно собрать этот планер. Видите, друзья, как легко собирается этот планер. Наверное, это очень яркое свойство планеров европейской конструкции тех же 30-х годов. Потому что, ну, вот оно все пронизано удобством, ну, не знаю, заботой о людях, удобством этой сборки. То есть конструктор, когда делал планер, он делал планер не так, чтобы, ай, сделаю как-нибудь. А вот именно то, что его будут реально эксплуатировать, и будут собирать, разбирать. Когда в 20-е и 30-е годы из Германии приезжали пилоты в тот же Крым, в совместные слеты, как раз вот Советского Союза конструкторов первых поражала вот эта вот любовь к мелочам, продуманность конструкции. Действительно чего не отнять. И вы можете посмотреть, как это все работает и по сей день. Мало того, очень продумано хранение, как это ремонтировать, как за этим ухаживать. Мало того, очень продумано хранение. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Вот, discovers… Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! эта установка выглядит одним и одна из первых то есть у меня тоже планер с таким моторчиком солнце светит все красиво еще один планер старинный висит под косики все то есть они все восстанавливают кропотливо возят в музей хожу и радуюсь вот я хочу чуть-чуть вам этой радости показать это все восстановлено это все приведено в порядок построен этот огромный ангар ну вот страна хочет помнить свою историю и вы можете это позволить посмотрите она собирает кропотливо все вот эти планировки вставит их музей стоит вход музей 5 евро чтобы не думали что тут кто-то решил заработать на мечте летать пожалуйста можно все прийти пощупать посмотреть ну вот вы можете видеть швейцарский планер 38 года здесь все уже так продумано можете сейчас понаблюдать как крепится стабилизатор тоже вот болтики контровочка конструкция стабилизатора как видите такая же то есть носик из дерева из фанеры тонкой потом зашито перкалью опять дерево опять дерево перкаль и кромочка из дерева фюзеляж все-таки для жесткости весь фанеры зашиты то есть это такая труба ну я уже говорил что это прямо на металлической оправки все это выклеивалось конструкция келя фанера фанера перкаль все эллиптические формы такое авиационно красивое конечно очень очень смотрится изящно а день сегодня похоже будет жаркий солнышко греет уже будь здоров несмотря на то что сегодня там 26 апреля кромка до 4000 в горах я не знаю куда полетит сегодня наш мосвей но вся банда аккуратненько пособирала планера кто-то стоял в контейнере в финале кто-то стоял в чехлах вот как вы видите сейчас чехлы очень удобная штука но достаточно дорогая то есть чехлы служат ну в моем случае это было три сезона и после этого в утиль вот так к планеру подъезжает машина и будет подцепит его повезет на старт можно было по-другому можно можно ручками ну всех все сделано как я уже говорю в этом ролике все абсолютно продумано сделано очень удобно одноместный планер собирается легко двухместный планер вот такого класса аркус собирается ну относительно легко то есть вдвоем его собираешь где-то за час ну вот ребята стоят чехлах и правильно делают я тоже приверженец чехлов некоторые экономят и принципиально чехлы не покупают и каждый день собирают планировочек ну вот собственно как в данном случае это тоже нормально ты все поковырялся с утра это как некий ритуал ну такой планер однозначно нельзя можно конечно хранить чехла хорошую погоду но уже проще и надежнее хранить в таком замечательном пенале девушки часто спрашивают на чем держатся ваши крылья говорю на изоленте они не верят мы им показываем что да на изоленте вот так на самом деле это материал который уплотняет шов позволяет ему не пропускать воздух и уменьшает шумы аэродинамические когда вы слышите как у меня поет ну сегодня услышите как поет у меня воздух на 200 километров час это как раз поет изоленты которые любят периодически отклеиваться оказывается друзья не только вот это счастье есть но еще один планер 34 года выпуска не в летном состоянии там нужно немножко его ремонтировать здесь проводка сделана на алюминиевых тягах уже вот таких а там на тросиках тросиковая проводка но кстати здесь вы можете убедиться вот есть тросиковая проводка есть какая красивая тяга блестящая приборная панель этого планера достаточно богат оснащена скорость вариометр точные видите до метра потом высотомер вариометр грубый до 5 метров в секунду что а вот указатель перегрузки ну как я уже говорил плюс 12 эта штука может это полноценный пилотажный планер на какой-то пор образ авиагризонта что ли даже не знаю что это такое еще какой-то указатель скорости наверное до дублированный ну и радиостанция сделано все безумно красиво то есть вот эти все соединения ручечки вы посмотрите сколько тут всего наверное регулировки триммера изящно даже не понимаю что вот это такое сейчас прошу вот здесь оксиде 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 кислородное оборудование друзья старинная армейского вот это крутяк вот это шикардос вот этот баллон я еще думаю странно какой-то регулятор такой навороченный такой ты такой слишком уж сейчас современные полегче попроще да действительно это армейское оборудование медные трубочки петельки вот он собственно кислородный баллон военного образца кислородный аппарат ох я уже влюблен друзья в этот планер пилотаж как бы на нем покрутить ух как же я этого хочу замок буксировочный вот там один лебедочный и замок буксировочный на фронтальный используется сейчас лебедочный лыжа окованную тонкой сталью как я говорил где-то миллиметровая сталь и спокойно принимает энергию удара здесь даже какой-то резиновый материал и что-то проложено потому что здесь явно один слой второй между ними что-то амортизирующая как закрывается смотрите направляющие сзади и потом изнутри раз и все изящно просто надежно соответственно фонарь сбрасывается вот этой ручкой если нужно чпок и он улетел и можно прыгать но прыгать из штуки которая держит 12g ой друзья мне кажется быстрее пилот что называется развалится чем этот планер найдутся конечно скептики которые скажут и игорь да какой там да не быть такого не может чтобы он там в таком возрасте держал так много поверьте мне друзья еще раз дерево это очень хороший ресурсный материал и очень просто можно снять обшивки можно его перетянуть все исследовать внутри проверить и дальше 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 эксплуатировать еще долгие долгие годы тарику предложили помочь по большому счету можно было бы и самостоятельно это тянуть тут достаточно было бы сделать такую пупочку положить какую-то тут есть полос и велкам наш красавец на старте готов к продолжению банкета у нас планах слетать на вот эту гору ажур и дальше к озеру сюрпансон попробовать куда-нибудь сходить подальше вот как взлетает самовзлётный планер сейчас слабый попутный ветер два метра в секунду где-то поглдун чуть-чуть юго-запад показывает тут конец асфальта чпок оторвался посмотрим как мы оторвемся вот разница будет в мощности двигателя здесь 64 лошадиных сил до 50 киловатт у нас что 38 киловатт выруливает на взлет дг 808 ой кастор очки запахло как же я обожаю этот вкус наверное добавляют кастор очки немножко в двухтактные двигатели ну что друзья ставим эксперимент пытаемся гнаться за т.г. на моноколесе я конечно боюсь убраться особенно по асфальту но будем пробовать победу к нему поближе чтобы стартовать одновременно да пахнет касторкой не поверите но но факт не уверен что на касторовом масле он меня сдувает ветром друзья так нечестно я не догоняю отстаю бывает колес которые едут ну кстати вот видите как быстро взлетел разница двухместный одноместный пули просто оторвался и пошел вверх даже гнаться неинтересно поехали в ангар покажу вам пепестрель неподдельный интерес друзья у вас вызвал вот этот дизельный самолетик клауса ольмана который он недавно купил за очень небольшие деньги не могу сказать за сколько но совсем немного и плюс его конечно 56 лошадиных сил движочек по моему от peugeot дизельный и летит эта штука 1800 километров на штатной заправке самолетик деревянный сделана обшивочка у него из тонкой фанеры полностью он зашит здесь нету никакой мягкой ткани но это дерево здесь как вы видите тоже дерево легенький крепенький с хорошей аэродинамикой то есть ему не нужно мощного двигателя для полета и клаус на самом деле очень доволен купил клаус этот самолетик летать на конференции всякие чтобы не стоять в пробках в сторону парижу а взять самолетик и с минимальным расходом топлива рвануть мог бы такой самолетик замечательно затянуть планер конечно мог моторчик нужен чуть мощнее там не 56 сил и хотя бы 80 и легкие планера он будет тянуть со свистом это ультралайт а регуляция типа ультралайт по франции дает массу преимуществ ну во первых основное преимущество вам не нужно проходить вот эту летную годность каждый год там куча всякого вот этого бюрократического геморрой вы просто раз два года декларируйте что у меня такой планер есть рядом с планером антарес 20 клауса ольмана стоит мой замечательный пипестрель чик на котором мы с клаусом планируем какие-то рекордики поделать и вот этот пипестрель тоже ультралайт вот он мой красавчик но этот ультралайт вполне летает как самолет вот один бак вот пожалуйста второй бак у меня 30 литров топлива у меня движок который вытащил могу на 60 литров тарахтеть ну часа четыре точно зачем тарахтеть если можно лететь на силе восходящих потоков подобное простое регулирование класса ультралайтов позволяет декларировать раз два года что у тебя есть летательный аппарат делаешь акс взвешивания пишешь что ты его взвесил он столько весит перечисляешь оборудование которое поменял если что-то менял или пишешь просто ничего не менял за два года хочу дальше летать два года и все то есть вам не нужно ехать куда-то предъявлять какой-то инспектора звать но это конкретно французская версия и огромный плюс можно заниматься на таком летательном аппарате коммерческой деятельности покатушками пассажиров это тоже допускается удивительно факт вот такой замечательный волшебный класс есть ультралайт во франции а вот как взлетает на чудесный планер сейчас будет сброшена теле посмотри как чудесно живут планеристы микроавтобусе volkswagen даже не знаю как это называется с палаткой наверху есть день название т.д. и т.д. и т.д. и поедем искать название тингу просто картинка а вот как взлетает на чудесный планер сейчас будет сброшена тележка оп тележка пошла и чудесно какой же он все таки красивый сигнализирует система столкновения правильно он тут пронесся мимо нас чуть не испугался я летающая камера даже сегодня мужская себя не зарекомендовала смотрите друзья как можно лечь на грунт вот пик дебюр нагло совершенно ухожу на плата и вот буду приземляться а вот сейчас должно быть хорошо есть фух вот это бомба ракурс сейчас чуть выше проходим вот так раз и славная была охота вот так друзья выглядит планер после посадки great work i show you wonderful pictures домой на парковочку и сейчас друзья за где-то 40 минут я думаю даже быстрее этот планер хозяин разберет и засунет в пенальчик честно вам скажу если бы планерный спорт состоял из сборки-разборки планиров я бы наверное в нем не участвовал но есть более дисциплинированные и серьезные люди в конце концов 40 минут когда ты делаешь что-то с удовольствием целый день так классно полетал может быть это не так плохо некоторые с работы я когда жил в москве иногда с работы ехал три часа и на работу три часа 6 часов жизни проводил в машине за рулем вся компания счастлива и довольна потому что совершенно шикарно полетали вот пик дебюр на котором были съемки полетать с таким маньяком сейчас занят и побашите его как-нибудь ручкой там в комментариях будет очень приятно что ж до новых встреч глубоко уважаемые любители летных видов спорта до новых позитивных роликов